Меня зовут Юлий Соколовченко, я занимаюсь душой человека, то есть я в душе беда. Меня так хорошо в том, когда я не доказываю себя, я другим людям показываю, то есть у меня удовольствие получает от того, что у меня есть друзья, у меня появляется, то есть я удовольствие получаю, потому что я поработал с людьми и как будто становлюще. То есть я с удовольствием жду и других людей, которые хотят что-то узнать через то, чем я могу им помочь, через мои инструменты, которыми я владею. Этого не надо. В России есть много очень людей, с которыми стоит пообщаться и познакомиться и поработать, то есть которые могут сделать человека счастливым. Такие есть в Москве и мало того, и в Подмосковье, то есть у нас много людей очень хороших. И даже многие просто как трань пытаются убежать куда-то там, куда-то там выйти или еще куда-нибудь. Это все полная ерунда вообще. Человек должен быть в том месте, где мы живем. Ну, конечно же, он может ездить, если ему так хочется. Искать нужно там, где мы пригодились. Характер такая штука интересная, что он не меняется. Да, именно по этому состоянию человеку дают имя духовное или имя земное, то есть вот такие процессы. Но если он хочет повысить свой уровень качества жизни, так сказать, то он должен знать свою черту характера для того, чтобы всю жизнь ее нести с достоинством. И реально характер очень сложно меняется. Для того, чтобы его изменить, нужно трудиться и выходить из привычного круга взаимодействия. А может этот же, эти же качества преобразовать в другое. То есть это то, ну, другое качество человека, другое отношение к этим, ну, своему способности. То есть, как у Тальтека написано, что мужчина, который, например, обладает неким качеством силы, если он его не хочет применять, эта сила правильная, то он будет как будто бы ходить свечом за пазухой и будет все время себя ранить этим мечом. Или, если он не будет правильно его применять, то он будет ранить других из этого тоже страны. Поэтому нужно принять свою силу, как свой характер, как некое орудие, которым можно или защищаться, как этим мечом, да, выбрать, или защищать, вот, и так далее. То есть, как убить правильно и фехтовать, владеть. То есть, как изучать, то есть нам дано это все, как базовые наши настройки на виду того, чтобы мы дальше поднимаемся. Меня зовут Светлана, я из города Ярославля. Я учусь в университете, я художник. Через 30 лет, это мне будет 50, я вижу себя с уже взрослыми детьми. Детей двое. Старший мальчик, ну уже мужчина, наверное, надеюсь на тот момент. И девочка в загородном доме, не знаю, со своей мастерской, недалеко от Москвы, где-нибудь под Москвой. Ну или где-то рядом, может быть, с Питером, с каким-то большим городом. Жизнь? Нет, жизнь бесконечная. Это лишь материальная оболочка, из которой мы выйдем в другой мир. Ну, я верю, что смертью не закончится. То есть это слишком мало. Но я считаю, что эта жизнь, она подготовка к следующей жизни. И те грехи, которые мы здесь совершаем, они потом зачтутся. То есть, если ты будешь в этой жизни себя как бы хорошо проявлять, то в следующей ты уже, ну не в следующей, а как бы в перерождении, ты уже будешь другим человеком. И это тебе как бы вернется. Мы проходим испытания, мы как корабль в воде. Нас или в шторм кидает, или наоборот, тихая гладь. И мы через все это должны пройти. Мы должны пройти это к какой-то земле, к земле будущего. И для этого нам дают испытания. Нам дают этот шторм, нам дают этот штиль. И для этого мы здесь. Ну и как, наверное, я так считаю. Все боятся. Не старости, а, наверное, боюсь вот именно не достичь чего-то. А именно стать просто старым человеком, который как бы ничего не имеет. И вот это вот, наверное, больше боюсь, чем старости. То есть, у меня есть тоже что-то красивое же есть. Это такая профессия, это сложнее, чем за станком стоять. Ты вкладываешь душу и мозг. Ты не физический труд, это труд именно умственный. И это очень тяжело. Это намного тяжелее, чем просто, не знаю, там, резать бумагу. Ну, не стоит, конечно. Это нужно быть очень фанатичным человеком, потому что тяжело. Если ты в это как бы не веришь полностью, и ты этому полностью не отдаешься, ты не станешь живописцем. А зачем браться за это, если ты не идешь до конца? Пока что я не считаю, что я способна выражать то, что я думаю. Я хочу научиться большему. Мне не хватает. Не хватает навыков, умений для того, чтобы выражать себя. Ну, вообще, мне очень интересен портрет, потому что через него можно много показать о человеке. О твоем отношении к нему, наверное, портрет. Ну, мне кажется, любовь всегда приносит отрадания. Все равно ты переживаешь, ты не доверяешь полностью, и ты от этого страдаешь. В любом случае, даже если ты знаешь, что этот человек тебя любит, ты все равно страдаешь. Ну, от чего ты там? Ну, не знаю. Наверное, не должна, но так уж можно. Мне кажется, любовь перестает, как бы, приносить страдания, когда вы уже женаты, там, 20 лет в браках, 30, когда у вас есть дети, и тогда вы уже, как бы, полностью знаете, что все. А ты влюбляешься в талант или в красоту? В талант. В талант. Ну, что сказать, меня зовут Света. Такое имя дали мне родители. Мне оно нравится. Мой духовный учитель дал мне имя Сулакшин Гопи, Дэвидаси. Оно мне тоже нравится. Я занимаюсь вегетарианской едой, немножко экологией. Ну, в экологии не в плане науки, а в плане гражданского активизма. И я занимаюсь практикой Хари Кришна. Вот. Ну, и так, весело, люблю шутить и болтать. Это мои основные занятия. Ну, я стала вегетарианкой по идеологическим соображениям в возрасте 15 лет. Это был не такой 15, 16 или 17. Ну, какой-то вот такой возраст еще, короче. До совершеннолетия. И мы так договорились с мамой, что я не буду есть сами главных коров. Ну, и потом мы перешли, что я просто кушала птицу, рыбу. Ну, чтобы я выросла нормально. Вот. Вот. А потом, когда я уже переехала в Москву и смогла составить свою собственную, да, кухню. И, как бы, жить так, как я уже, так себе, по ценностям. Я уже была взрослой. Мой организм уже был взрослым, поэтому я бы не стала, как бы, отставать в развитии или что-нибудь такое общество. Я подумала, что эта сфера, она вот, ну, не сильно разработана вообще вегетарианство. И я, к своему счастью, узнала, что быть вегетарианством очень экологично. То есть оказалось, что вот эта вот тема вегетарианства, это место, где пересеклись все мои сферы интересов, да. Осознанный образ жизни, да, Харикришна, вот это все. Потом и активизм, да, и вот моя, в принципе, квалификация в профессиональной деятельности, потому что я очень болтливая. Я очень люблю общаться с людьми, вот. И готовить мне, в принципе, всегда нравилось, вот. Таким образом, как так все сошлось с картой, я сменила свою деятельность. Я еще прочитала хорошую книгу одну, которую тоже всем советую. «Какого цвета ваш парашют?» Это книга про то, как выбирать деятельность, да. И она написана удивительным человеком, который тоже для меня стал таким как будто образцом, как можно в своей профессии проявить как божественное начало, да. Вот. И он объяснил, что твоя работа, твоя профессия – это твоя миссия на земле. Это Господь тебе дал какие-то качества. И, в принципе, если ты разберешься в них, то ты практически явно увидишь, какая твоя миссия, то есть с чем тебя послал. Ну, как, знаешь, там, например, когда солдаты там выбрасывают куда-нибудь с парашютом, ему дают определенную амуницию. Если ты, например, упал в пустые души, что я, кто я, забыл себя, но ты можешь по атрибутам понять, о, у меня там мужское или женское тело, о, мое тело выносливое, или мое тело, там, например, наоборот, очень такое легкое, изящное и красивое, там. И можно как бы восстановить свою сущность. Вот, ну, как свою личность. И вот я так как бы разобрала свои вот эти факторы и поняла, что, похоже, это вегетарианская еда, вот распространение вегетарианства как идеи. Вот. И мы такую цель себе назначили с тогдашними моими товарищами, кто со мной занимался, сделать так, чтобы вегетарианская вкусная еда, которая приготовлена в правильном настроении, была доступна как можно большему количеству людей в Москве. в котором, которым я занималась. Мы сделали такую пилотную версию этого проекта, и потом мои друзья помогли мне в проекте Аги тоже первый сделать фримаркет, место, куда все могли принести все, что им не нужно, и взять все, что им нужно. И это не было миновой, да, такой рыночной экономикой, и там не было денег. Вот. И при этом эта акция экологическая была, потому что мы уменьшаем, во-первых, вторую жизнь вещам дарим, во-вторых, мы уменьшаем процент того, что мы можем купить в магазине. И вот это был такой для меня, знаешь, такой, как сказать, шок, что вот действительно можно что-то сделать, что дает людям возможность совершенно по-новому практиковать, например, потребление. Мужчина должен быть очень добрым. Добрый – это значит, что он, как бы, настолько наполнен внутри материнской любовью из детства, уважением своих товарищей, что он, как бы, вот эта доброта, она делает его устойчивым. Знаешь, бывают люди очень вспыльчивые, а нет чего вспыльчивых. Потому что что-то им там не додали, что-то жмет. А добрый – это значит, что он настолько наполнен, что он может и отдавать. Он такой, как бы, поэтому он может покровительство всем оказывать, да, он может кому-нибудь, кто слабее, его в какой-то момент защитить, или там помочь что-нибудь донести, и он не будет бороться за то, что там, а вот я тоже там что-нибудь. Он должен быть такой наполненный. Потом мужчина, конечно, должен иметь высокие цели очень. Мужчина, который не имеет высоких целей, выглядит ужасно. Причем они могут быть очень разными. Ну, какой-то должен быть, как бы… Мужчина, он как росточки. Он не так должен кому-то стремиться. Если нету солнца, то они так как-то… Непонятно, расти, не расти. И если женщина еще обычная, ну, как бы… Обычная, не знаю, это не со всеми так. Женщина, конечно, тоже должна иметь высокие цели. Но если женщина еще может, в принципе, когда нету высоких особенных целей, она так… Ну, вот здесь что-нибудь сделать. Вот это то, что они как больше обычно коммуникабельны, больше в сфере отношений. Вот. Находят себя. То у мужчин это не получается. Они прям совсем загибаются, на них очень жалко смотреть. Вот. Потом еще одно из качеств, которое, мне кажется, такое, ну, как бы важное, хотя нельзя его ухватить за хвост. У мужчин обязательно должен быть талантлив. Вот. И вот это вот качество, это вот… Ну, наверное, да, это можно, похоже, назвать харизмой. То, что у него должно быть что-то, что он делает с большим… Ну, вот какой-то такой отдачей. То есть, может быть, это не то, что он умеет, например, с самого начала. Ну, то есть, его что-то должно очень сильно увлекать, где-то он должен быть вот очень талантливым. То есть, если это есть, то он, ну, как бы, такой, как полноценная личность. Вот. И, а что это? Это уже, как бы, его характеризует. Поэтому мы спрашиваем друг другу, да, какое там тебе хобби или там, что ты увлечен? Вот есть какое-то… Вот. А другое качество, которое мне кажется важным, ну, по крайней мере, вот то, что касается мужчин, которые себя представляют, как, знаешь, как, например, лидеры, да, которые заботятся о подопечных, которые представляют себя отцами, не такие вот, которые живут, как бы, для себя, да, а вот именно такие мужчины, как… ну, как бы, да, как папа больше. А у них должно быть качество… Это что-то среднее между честностью и справедливостью. Такая, знаешь, честность перед собой. То, что он должен… ну, вот по чести, знаешь, как говорят, вот, честь офицеру не позволяет мне, там, не знаю, дать взятку или что-нибудь такое. То, что должен быть крепкий, очень такой ценностный стержень, да, что я хочу, я хочу быть честным, я хочу быть порядочным, я хочу жить в честной стране, я хочу, чтобы люди вокруг меня были честны. …булями, там, когда я, знаешь, была подростком, вот, выпивала и слушала такую всякую музыку, я себе представляла, что я, там, знаешь, как Цезарь и Ворон буду сидеть, там, с бренди кряхтеть и, там, с такой вот сигарой, вот. Ну, такой, знаешь, как бы образ, что, типа, вот я буду старой, но я буду все равно прожигать жизнь и такая, прям, буду наслаждаться ей. Ну, оказалось, что надоело прожигать жизнь не все равно раньше, чем наступила старость, поэтому, нет, знаешь, я даже, может быть, даже жду, как бы, вот именно такого возраста уже пост, ну, такого менее активного, как возраста осени своей жизни, потому что я все время говорю, буду на пенсию, разберу все свои диски, как бы, подпишу все свои фотографии, там, переберу одежду. То есть, у меня сейчас больше, знаешь, ассоциируется старость не с тем, что, о, у тебя будут морщинки, у меня есть несколько седых волос, они очень симпатичные, мне нравятся. У меня нет ощущения, что я чего-нибудь не успею, потому что, как мы говорили, с подружкой своей, лучшей в 15 лет, мы, в принципе, уже можем сейчас садиться, вязать и вспоминать все, что с нами приключилось. Есть вопросы, на которые у современной цивилизации вот такой западной нет ответов, а вопросы встают перед каждым, и когда ты смотришься в зеркало, ты не можешь увильнуть и сказать, а, нормально, я буду просто покупать больше чего-нибудь, или там, просто мне нужно второй раз выйти замуж, или, ну, какие-то такие вещи ты уже, как бы, не можешь съесть. Вот. Но даже если будет так, то все равно я вижу, вот, например, в обществе преданных большую нужду именно в тех, кто старший, да, и очень большую нехватку вот этой вот материнской и такой бабушкиной любви, поэтому я прям готова, я хочу прям ее сейчас накопить, всего, много опыта иметь, чтобы пестовать, помогать, любить и как-то вот поддерживать тех, кто тоже задаст те же вопросы этой цивилизации. Я помню, он такой зашел, я говорю, слушайте, а может, я вас угощу, у меня там пирог, все, и он, как бы, да, хорошо, я с удовольствием после работы, я его там привела на кухню, поел там чай, что-то он привела, вызывал пирог, и мне так нравится кормить людей, вот я прям, ну, все такое удовольствие воспитываю, как моя бабушка, на которую, я думаю, я буду похожа в старости, вот, и я прям, ну, ты что, все ели, вот, чтобы все ели, ели, кормили, и ты вот, как бы, ты вот даешь любовь, заботишься, о них они принимают, и ты понимаешь, что ты нужная, что вот у вас есть какое-то общение, я говорю, может быть, добавки? Он говорит, да, я говорю, слушайте, вот так меня радует, прям, ну, даю ему еще так добавки, я говорю, может быть, еще? Ну, и, в общем, он умял, как бы, противень капустного пирога, я понимаю, вот это мужчина, вот это я понимаю, то есть, вот, знаешь, при том, что он, как бы, не, не то, что он какой-то крупный, или что, но он, как бы, это принял, так все, и он с удовольствием все время, я поняла, что вот это, и были какие-то такие разговоры, когда я понимала, что вот это мне подходит, мы, и когда мы уже поженились, нет, когда мы еще встречались перед женицем, когда вот был испытательный период, были такие вопросы, понимаешь, мы шли, и мимо нас прошла пара, ну, уже такие они в возрасте, такие, они так в театр иногда делают, знаешь, над джентльмени был такой шарф, у леди была такая какая-то вот, там, укладка, она шла в таких, у нее туфельки были, такие, ну, такие нарядные выглядят, и они так проходят мимо нас, я говорю, как вы думаете, мы будем так выглядеть, когда мы, ну, уже будем взрослыми, а сама такая, нет, 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 пожалуйста, я не хочу такое говорить, и он, ну, не, мы с вами до старости будем одеваться, как подростки, вдутые кеды, и вот это все, и я такая, боже мой, какое умягчение, это, ну, и вот это вот качество очень крутое для брака вообще, что, есть такая молитва в Шримед Багове, там, один мудрец, он просит у Господа себе жену, и он, знаешь, какие качества называет, он говорит, пожалуйста, дай мне хорошую девушку, который у меня был схож характер, схожий со мной характером, вот это вот совпадение, это очень здорово, я когда вот, ну, увидел таких несколько моментов, я прям поняла, что это, не знаю, это позволит мне любые сложности потом стерпеть, вот, так что так.